Новости из Байкальского края, Бурятия, Иркутской области, Калмыкия, Китая, Монголия и Якутия. Вновь в эфире это программа «Восточный альянс». В студии для вас работает Дарья Пьянникова. И сейчас я познакомлю вас с новостями Забайкальского края за минувшую неделю. Здравствуйте. В редакцию РТК Забайкалья поступают просьбы отчетенцев помочь разобраться не только в общесоциальных, но и бытовых житейских проблемах. Так к журналистам накануне обратился Александр Сизиков. Мужчина остался без квартиры и уже полгода живет в гараже. Я обедаю на работе, а здесь я завтракаю, ужинаю. Пищу готовлю быстрого приготовления, там или лапша, или доширак, картошка, там что, быстро заваривается. Чайник вода греется, ток. Ну и, конечно, заварка, чай, завариваю, пин. Верстак в качестве кухонного стола, спальня в машине. Александр Сизиков не всегда жил в таких условиях. До того, как сменить квадратные метры на скромный гараж, проживал в квартире Понедорезова, которую выдали родителям около 20 лет назад. Компания, в которой они работали, обанкротилась, а жилье ушло на торги. Сначала предупреждали, чтобы я выселялся, но я им написал, что мне некуда идти. А потом уже во второй раз мы пришли и просто сказали, что не выясните, что придет полиция и вас просто, ну, полиция выгонит. И все, и пришлось уходить в гараж. Трижды Александр обращался в суд, и исход один. Жилье продано на законных основаниях новой конкурсной компании, как объясняют новые жильцы квартиры. Однако не так беспокоит старый дом, как нынешний. Приближается зима, а дотянуть до весны в гараже с масляным генератором, говорит Александр, не получится. Как проживать дальше, в каких условиях, я даже представить сейчас не могу. Ну, зима скоро будет. А как жить в этих условиях гаражных? Просто у меня нет слов, мысли даже путаются, я не знаю, не представляю, как я буду. Сегодня в Краевой столице проблему с жильем возможно решить, утверждают риэлторы. Популярностью учетинцев пользуются съемные квартиры. По словам специалистов, существует большое число вариантов по аренде недвижимости, в том числе и за совсем небольшую сумму. Я как специалист агентства недвижимости все-таки рекомендую приобрести квартиру, потому что за те же самые деньги, если мы, например, говорим о бредной плате в размере 17 тысяч рублей, конечно же, лучше приобрести недвижимость себе в собственность, то есть воспользоваться ипотекой, взять небольшую сумму и купить либо комнату в общежитии, либо однокомнатную квартиру в каком-то районе нашего города. Узнав историю Александра, в агентстве согласились помочь в поиске жилья. Сейчас мужчине остается связаться со специалистами и подобрать подходящий вариант. Главное, как говорят риэлторы, чтобы имелись все необходимые для заключения договора документы и порядок в кредитной истории. Это были новости из Байкальского края. Увидимся уже на следующей неделе. Я с вами прощаюсь и передаю слово коллегам из Улан-Удэ. И сегодня мы расскажем вам о событиях, зашедших в Бурятии за минувшую неделю. В Улан-Удэ собаки умирают с голоду. В местном приюте Ананда бьют тревогу. Запланированное финансирование, которое было выделено правительством на содержание четвероногих, закончилось. На какие деньги теперь кормить более трех тысяч псов и как быть в такой ситуации, выясняла Юлия Пермякова. У нас на территории находятся сейчас на данный момент три тысячи собак, три тысячи с лишним даже, точную цифру вам не скажу. И каждый день с одного прибывает по восемь, по десять животных. Вот только кормить этих четвероногих беспризорников уже почти нечем. Финансирование, предусмотренное на эти цели, закончилось еще полтора месяца назад. В первый же день от голода погибло почти два десятка псов. Умерло 19 собак в один день. Это произошло тогда, когда не выплатили зарплату и все работники просто не вышли на следующий день. То есть собаки двое суток практически просидели без еды, пока мы своими силами их откормили, нашли новых волонтеров, работников. С 25 августа прекратилось финансирование. Мы делали запрос в комитет городского хозяйства. В комитете городского хозяйства пояснили, что неоднократно обращались в управление ветеринарии с просьбой выделения дополнительного финансирования. Дополнительного финансирования по сей день нет. То есть с 25 августа мы второй месяц уже кормим животных за свой счет. В приюте с десяток рядов с вольерами. Сидят в них необычные бездомные псы. Все больше становится породистых собак, которых владельцы и не думают забирать. Ротвеллеры, стаффорды, хаски, овчарки. Везет немногим. Среди счастливчиков пока только боксер Джеки. Его готовы взять в семью в Питере. И, возможно, в этот же город заберут Далматино. Увозят мало кого. А вот с отлова каждый день прибывает по 10 особей. Чтобы прокормить всех собак в питомнике, необходимо полторы тонны корма ежедневно. И даже если неравнодушные и привозят что-то, вот как раз пока наша снимочная группа была здесь, приехал мужчина, он решил поддержать приют, привез вот столько корма. И на первый взгляд кажется, что это очень много. Но на самом деле этого не хватит, чтобы накормить даже половину собак. Деньги закончились по сути из-за того, что подрядчики отловили больше собак, чем было запланировано управлением ветеринарии. В свою очередь КГХ нарушат закон, если не будут реагировать на сигналы жителей. Ведь речь идет и о безопасности населения. Потому в комбинате были вынуждены еще в марте просить дополнительные деньги. Мы просили дополнительное финансирование еще в марте месяца 48 миллионов. Мы просили тогда сразу отлов и содержание. В принципе, если бы хотя бы выделили не 11 миллионов, как тогда нам довели, а если бы выделили хотя бы в два раза больше, такой ситуации бы не сложилось. А в общей сложности сколько выделили? Плюс вот эти вот 11? Ну и до этого получается 73 миллиона уже в этом году. В совместе и того можно сказать 84, да? Правильно? Да. 84 миллиона. Ну мы считаем, что если бы нам довели на основании наших расчетов финансирования, то, которое мы просили, конечно не было бы такой ситуации. Ведь мы просили сумму намного больше. В самом управлении ветеринарии считают, что деньги имеются, да и в общем-то ими проблему не решить. Нужно работать с нерадивыми владельцами, штрафовать их и более активно подключать население к бесплатной стерилизации, которой, к слову, немногие пользуются. Ну на счетах 10 миллионов остается, значит эти средства есть и дополнительно еще вот мы сегодня-завтра заключим, то есть у них того получится 20 миллионов. В соответствии с законом расчет субвенции производится только на безнадзорных животных. Если учитывать, что сегодня львиную долю составляют это владельческие животные, ну конечно здесь невозможно все предусмотреть. Кроме этого, одними деньгами сегодня эту проблему не решить. Сегодня у нас есть рычаги. По словам специалистов КГХ, те 10 миллионов, что остаются на счетах сейчас, можно сказать заморожены. Это целевые деньги, направленные исключительно на отлов, но не на содержание. А обещанные ныне 10 миллионов рублей из-за бюрократии надо будет ждать как минимум неделю, а то и две. А там уже и холода наступит. Зимой, да, зимой у нас больше проблем, потому что это раскладка соломы, замена соломы. Тяжелее чистить вольеры, потому что все замерзает, подмерзает. Тяжелее люди, замерзают тоже, побольше народу, когда все быстрее заканчивается, кормежка. Ну народу нету, зарплаты нету, люди просто уходят. У людей семьи, дети, жить всем надо. Какие планы у вас сейчас на то, как кормить собак? Все-таки я так поняла, что счет идет на дни. Как будете пытаться? Корма осталась на два дня всего, что будет дальше, не знаем, паника, истерика. Людей призываем помогать, но, к сожалению, помощи не хватает. Любой желающий, частное лицо или организация могут взять кураторство над конкретным псом или несколькими собаками. Можно привезти корм, теплые вещи на подстилку или сено. Любая помощь будет полезна. Но, учитывая количество бездомных животных, встает вопрос на законодательном уровне. Сейчас предусмотрен отлов, стерилизация и пожизненное содержание. Как показывает практика, система дает сбои. Из вариантов есть еще эвтаназия или выпуск в прежнюю среду. Более эффективный метод – это, конечно, призыв к ответственности самих владельцев. Вышло бы дешевле и гуманнее. Но, как оказалось, люди поддаются воспитанию даже хуже, чем безнадзорные собаки. Огромный мурал на Бурятии. Произведение искусства Дзарикто Доржиева теперь будет украшать фасады зданий центральной части столицы. Как осуществляется написание на высоте, расскажем далее. Масштабное произведение искусства, которое смогут увидеть миллионы людей, просто идя по улице. Муралы от самого Зарикто Доржиева будут украшать фасады гостиницы в центре Улан-Удэ. Пока завершается лишь одна сторона, где изображен профиль мужчины. Второй фасад будет украшать женское лицо. Но, прежде чем определиться, художник разработал более 15 эскизов. В итоге я пришел к выводу, что все-таки это гостиница с названием «Бурятия». Наверное, для гостей нашего города, останавливающихся именно в этой гостинице, проходящих мимо нее, наверное, важно будет увидеть какой-то общий такой, очень, наверное, яркий, солнечный, очень насыщенный какими-то, наверное, этническими мотивами сюжет. Поэтому в итоге остановились на этом. Для самого известного художника это новый опыт. Одно дело написать картину, и совсем другое – перенести ее на стену высотой более 30 метров. Из изображений безопасности росписью занимаются высотники. Это ребята одной из лучших команд страны – граффити Раша. Зарикто Доржиев тщательно следит за процессом. Как художник, который привык все контролировать своей рукой, здесь моими инструментами является профессиональная команда. Ну, нельзя же все сделать в этой жизни своими руками. Я надеюсь, что внизу, где у меня в доступе будет как бы стена, я все-таки приложу руку, потому что просто я тут хожу и всячески пытаюсь как-нибудь внедриться в процесс. Просто просто поставить. Да, но ребята всегда где-то в люльке находятся наверху. Для меня пока это невозможно. Высокохудожественное произведение будет доступно всем жителям и гостям столицы благодаря созданию туристического кода Улан-Удэ. Мы участвуем в реализации государственной программы развития туризма. И в рамках этого мероприятия, вот как одно из мероприятий, вот создание такого арт-объекта. Это вот размещение на фасадах зданий вот таких красивых муралов. Ну, безусловно, для нашего города это большое событие, потому что таких объектов у нас еще никогда не было. И тем более мурал создается с участием такого нашего знаменитого земляка Зарикто Бальженимаевича Доржиева. Работы Зарикто Доржиева представлены на ведущих выставках Америки, Японии, Китая и других стран. Теперь в таком масштабном виде украшают и родину художника. Поэтому не проходите мимо, посмотрите наверх, оцените настоящее произведение искусства. Юлия Пермякова, Восточный Альянс, Бурятия. Такие события произошли в Бурятии на этой неделе. Ну, а мы передаем слово коллегам из Элисты. Спасибо, коллеги. Мы приветствуем всех телезрителей международной программы «Восточный Альянс». Студитель национального телевидения Калмыкии. Для вас работает Наталья Доржиева. В этом году Целинный район отметил 85-летие. В честь этого на стадионе «Уралан» села Троицкое прошли первые калмыцкие спортивные игры в рамках проекта «Страна чемпионов». В торжественной обстановке жители и гостей поздравили представители различных организаций и ведомств. Они отметили важность проведения мероприятия, ведь спорт не только объединяет, но и дисциплинирует каждого гражданина. Отмечу, проект «Страна чемпионов» начал работу в 2017 году с целью популяризировать здоровый образ жизни и занятия физической культурой. Его основатель – чемпион СНГ по профессиональному боксу Михаил Насыров, который часто посещает регион. Наша задача – создавать среду творческо-спортивную, культурную для открытия и воспитания талантов и культурно-нравственных традиционных ценностей. Мы, как взрослые, которым помог очень сильно спорт в жизни, должны показывать эти пути к счастью, к развитию нашим детям, подрастающему поколению. Особенно в таком самобытном месте, где есть такая самобытная калмыцкая культура, очень изящная, очень утонченная она. И обязательно нужно здесь обмениваться. Спорт не должен ограничиваться только своим спортивным пьедесталом. Должен быть наш культурный обмен. Духовный. В юбилейную программу спортивных состязаний вошли национальная борьба Бергберлдан, стрельба из лука, гиревой спорт, вольная и греко-римская борьба, показательные выступления каратэ, крэплинга и других видов. Этот спорт мне больше нравится, чем другие. Я ходила на Зюдо, у меня был желтый поезд, но это мне понравилось. Меня больше тянуло в борьбе. Спорт дает здоровье. Я занимаюсь каратэ. Выезжал уже, приехал сюда, был в Ялте. Много где были, ездим. Жители и студенты Калмыкии стали участниками красочного фестиваля. Главное студенческое событие месяца прошло на площадке одного из парков столицы. Фестиваль китайской культуры и искусства «Тысячи фонарей» вдохновлен праздником середины осени. Его неизменными атрибутами стали фонари и лунные пряники. Для более 300 студентов организаторы подготовили мастер-классы по традиционной чайной церемонии, каллиграфии, китайским играм, а также развернули фудкорт с национальными блюдами Поднебесной. В этот день выступили активисты главного вуза республики с концертной программой. Каждый желающий смог почувствовать себя настоящим жителем Китая, примерить национальный костюм и насладиться угощениями совершенно бесплатно. Напомню, реализация проекта стала возможна при грантовой поддержке Росмолодежи. Идея проекта пришла, потому что меня очень восхищает китайская культура, мне очень нравится и поддержала, конечно же, команда правкома, учащихся в Калмагу и Калмыцкий государственный университет. Очень интересно, очень красивые украшения. Очень приятно, что кураторы, ну те, кто организаторы в костюмах, прямо как будто бы в Китае. И мне на самом деле очень нравится китайская культура сама по себе, поэтому я решила посетить это мероприятие и посмотреть вживую, как могут выглядеть фестивали китайской культуры, ну и прочие моменты такие. В целом мне все нравится. Это все, о чем мы успели вам рассказать, а сейчас мы переходим к новостям из Якутии. Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей информационной программы «Восточный альянс» в студии телеканала «Якутия-24» Надежда Саханская. Сегодня мы расскажем о самых заметных событиях в нашем регионе за минувшую неделю. Якутианин Дмитрий Егоров посмертно удостоен звания Герой России. На днях в Якутске состоялось прощание с военнослужащим. Уроженец Сунтарского улуса подписал военный контракт и служил в стрелковом батальоне 155-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Восточного военного округа. Рискуя своей жизнью, неоднократно спасал раненых сослуживцев. Во время очередного военного задания вблизи населенного пункта Новомайорская в Донецкой Народной Республике он героически погиб. В траурной церемонии прощания с Героем России приняли участие руководители правительства, парламента республики, представители общественных организаций, родственники, друзья и жители города. Герой России Дмитрий Егоров будет похоронен в родном Сунтарском улусе. Дмитрий Николаевич в числе первых заладел опорным пунктом. И так сложилась ситуация, что он боролся в неравном бою с шестерми врагами, которые оказались побежденными. Захватил опорный пункт и вышел из данного боя победителем. Это было 7 сентября. Но и до этого он неоднократно проявлял чудеса мужества и героизма. Имея природную смекалку, мужество он пользовался заслуженным авторитетом среди морских пехотинцев. И этот подник является олицетворением его мужества, героизма. Наступают холода, а это значит встает острый для якутян вопрос теплые остановки. С 2021 года их количество в городе активно растет. Более того, ежегодно вводятся различные нововведения. Подробности в сюжете о Марии Кардашевской. Теплые автобусные остановки в Якутии уже давно не новость. В Якутске установлен уже 61 павильон для ожидания автобуса. Но на этом работа не останавливается. В этом году в столице появится еще 10 теплых остановок. Три из них уже подключены к электричеству и введены в эксплуатацию. Остальные семь будут готовы до конца года. У нас, безусловно, проспект Ленина, кинотеатр Лена, площадь Дружбы рядом с магазином ТОКО. И где торговый центр московский. Дальше по улице Бабушкина, по улице Челюскина, в старой Табаге. И отдел полиции номер один. Это у нас рядом с новым физкультурно-оздоровительным комплексом. Дальше три остановки. Это у нас университет, в котором мы сейчас находимся. И автодорожный факультет по улице Красильникова. И Рихарда Зорги. Павильоны снабжены всем необходимым. Это и пандусы, и розетки, и видеокамеры. Инфракрасные лампы обеспечивают комфортную температуру. А табло будет показывать, когда подойдет нужный автобус. Ну а поскольку в прошлом году почти 20 остановок пострадало от рук вандалов, во избежание вандализма уделено и особое внимание прочности конструкции. На сегодняшний день автобусные остановки уже изнутри, скажем, приведены антивандальные мероприятия. Это стены, они с более толстого материала изготовлены и с дополнительным усилением. Это, конечно, повлекло на небольшое удорожание стоимости. Также доступ в сами помещения уже перекрыт более усиленными дверными полотнами. И внутри все движимое имущество, это там мониторы, там компьютеры и тому прочее, оно тоже подзащитным антивандальным таким вот закрытым элементом. На следующий год отобрано еще 38 остановок по заявкам горожан. Однако не все так просто. Для установки очередного павильона необходимо согласовать каждое место с ресурсоснабжающими организациями на техническую возможность установки таких строений. Так или иначе, известно одно. В суровых климатических условиях теплые остановки – это не блажь, а необходимость. А это значит, работа по их установке по всему городу продолжается. Мария Кардышевская, Семен Семенов, Якутск. Такими были наиболее интересные темы недели на телеканале «Якутия-24». Ну а мы передаем слово Международному блоку новостей. В Уан-Баттере прошел форум «Монгольская горная неделя-2023». Второй год подряд на это мероприятие съезжаются представители из разных стран, которые занимаются минерально-сырьевой отраслью. В рамках встречи они обсудили с президентом страны и министрами важные аспекты развития сектора, а также политические реформы и изменения в инвестиционной среде. Помимо этого прошли важные встречи с разными государствами – и Круглый стол, Россия и Монголия, перспективы сотрудничества в сфере горнорудной и тяжелой промышленности. Стороны обсудили вопросы, которые касались подъема отрасли, и поговорили о дальнейшей работе. А также наметили планы на будущее. Здравствуйте, зрители и коллеги информационно-аналитической программы «Восточный альянс». На связи Сергей Станчик из студии телеканала CGTN «Русский». Город Чинду, административный центр провинции Сычуань, известен богатой культурой, великолепной кухней и красивой природой. Кроме того, город считается родиной панд, поэтому и на всех туристических сайтах про Китай Чинду отмечен как обязательный для посещения. Китайцы советуют побывать здесь осенью, в сезон народной музыки. На протяжении двух месяцев на улице Юньлу можно насладиться концертами разных исполнителей и групп, посмотреть фольклорные представления, а также вкусно и разнообразно поесть. Да и в целом хорошо провести время. Подробнее о сезоне народной музыки в городе Чинду расскажут мои коллеги. Чинду – город с наибольшим количеством концертных залов Китая. И здесь, на самой известной торговой улице Юлинь, дебютировали многие певцы и творческие коллективы. И хотя жизнь не стоит на месте, старый млад до сих пор приходит сюда по привычке послушать народную музыку. Мы здесь в третий раз. Я люблю поп-музыку. У нашего хора похожий репертуар. Многие друзья тоже хотели сюда прийти, но не смогли. Если честно, я довольно ленивая. Не люблю много ходить. Повезло, что этот район рядом с моим домом. Время от времени я покупаю что-нибудь на рынке или пью с другом кофе. Он, кстати, сам неплохо его варит и мечтает однажды открыть здесь кофейню. Сегодня я пришла его поддержать. «Эта улица никогда не спит. Вечером здесь довольно многолюдно. Люди покупают еду в горячих горшочках, пьют пиво. Посмотрите, вокруг все чем-то заняты, бизнес кипит, и это здорово». Сезон народной музыки длится два месяца, вплоть до ноября. Это самое прекрасное время в Чэнду. Под расслабляющую мелодию многие находят возможности для бизнеса. Например, начинают своё дело с таких маленьких мобильных ларьков. При относительно низких затратах прибыль выходит хорошая. «Наш автофургон – это передвижной ларёк. В этом месте хороший поток людей. Но в последние дни заметно похолодало, поэтому дела с лимонным чаем идут не очень хорошо. Мы планируем ввести в меню горячую еду. Думаю, тогда всё наладится». Ещё немного, и начинает казаться, что Чэнду состоит из музыки. И в этом потоке звуков ярче всех звучит одна мелодия. Та, которая напоминает, что жизнь – это праздник, и в каждом дне есть что-то особенное. Спасибо всем за внимание. До встречи на следующей неделе в то же время в эфире программы «Восточный альянс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова